всем привет меня зовут Алла и в этом видео я покажу как буду делать вот такой интересный замечательный блог делается очень легко быстро и просто но есть определенные нюансы долго тянуть не буду приступаем для работы я подготовила основу и четыре разных цвета джинсов несмотря на то что на камере кажется что два синих одинаковых и два черных одинаковых нет это не так они имеют разный оттенок основу в качестве основы я использую остатки от производства это тоненькая ткань между ними синтепон вы можете взять абсолютно любую плотную ненужную ткань либо любое нетканное полотно абсолютно не важно сейчас так как у меня синтепон прежде чем начать работать я его про утюживаю а из каждого цвета джинсов я вырезаю квадраты 5 на 5 мои квадраты готовы как я и говорила размеры 5 на 5 сейчас совмещая черный синим и еще раз черный синим делаю строчку от одного угла к другому и тут точно так же готова на одном я уже срезала лишняя просто оставляя припуск вот так и сейчас разутюживаю вот что должно получиться все припуски в разутюжку и теперь я совмещаю вот таким образом черный к синему синий к черному вот так и делаю строчку от одного угла к другому прошила вот что у меня получилось и сейчас я срезаю лишнее и точно также припуск в разутюжку вот что у меня получилось вот так выглядит изнанка и я теперь готовлю свою основу как я уже говорила я ее про утюжила также нашла центр размеры моей заготовки и соответственно готового блока 32 на 32 размеры могут быть абсолютно любые но это должен быть квадрат беру квадратик вот так по центру его устанавливаю закалываю булавочкой и также готовлю полоски джинсовой ткани всех четырех цветов которые я готовила изначально все полоски у меня разной длины то есть то что у меня получалось то и брала но все одинаково ширины и у меня это 4 сантиметра опять же ширина полоски может быть абсолютно любой и начинаю я например с черного или синего неважно вот откуда вы начали абсолютно неважно ну давайте я начну с черной вот такая же ткань я прикладываю лицом к лицу можно сразу срезать лишним можно потом и телу строчку вот пришила отгибаю и беру следующую кстати никаких закрепок я не делаю вот хорошо это видно на изнанке беру противоположный цвет у меня это 2 черный накладываю лицом к лицу нужно но легче всего сразу вот срезать это размеру и прошиваю пришила и сейчас я про утюжила далее нужно пришить вот эту пару полосок точно также тут у меня главное не перепутать цвет это сюда это сюда вот так прикладываю и прошиваю отгибаю также пришиваю и вторую сторону пришиваю отгибаю вот что у меня получается и далее все я делаю точно также но главное соблюдать очередность то есть я пришиваю сначала эту далее противоположную когда эти две пришиты я начинаю пришивать вот эти две полоски противоположные друг другу делаю еще раз то есть лицом к лицу сюда и лицом к лицу сюда пришиваю я пришиваю и утюжу по две стороны для удобства так быстрее вот я пришила две полоски прошла на утюг от утюжила сейчас поворачиваю беру еще две полоски пришиваю с одной так смотрю обязательно чтобы не хватало с одной со второй стороны пришиваю и также про утюживаю вот что у меня получается вот так выглядит изнанка и далее все действия повторяются и я продолжаю и пришиваю до тех пор пока не дойду до конца моей основы я закончила вот так выглядит мой блог и результатом я очень довольна посмотрите как аккуратно красиво и интересно смотрится а при этом шьется очень легко быстро и просто вот так выглядит изнанка и вот так лицо кстати можно под по-разному поворачиваешь и он уже по-другому смотрится также в изделии можно применить и вот таким образом из таких блоков можно сшить абсолютно любое изделие сумочки косметички подушечки подстилочки покрывала ограничений нет никаких знаю точно что из таких блоков шьют даже одежду поэтому не ограничивайте себя в творчестве я же этот блок буду применять в изделии вместе с блоками которые я показывала чуть ранее обратите внимание они все разные то есть и по форме и по размерам всех я буду объединять в единое полотно и шить изделие на этом видео подошло к концу если вам понравилось поставьте лайк напишите комментарий а также подписывайтесь на канал если вы еще не подписаны ставьте колокольчик чтобы не пропускать новые ролики и видеть их первыми если после моих мастер-классов у вас остаются какие-то вопросы всегда можно написать мне личное сообщение все ссылочки на свои контакты я оставлю в описании под этим видео на сегодня все всем пока пока и до новых встреч на моем канале